Всем привет! С вами Димас. Вы снова на канале Кокс Бразер Хокс. Оператор Антон тоже с нами. Сегодня решили приготовить стандартную обычную курочку такую, просто в сметанном соусе. Обычная курица, филе. В магазине купили, ни у кого не вырезали. Просто из подложки достали. Готовится всё просто, очень быстро. Будем использовать сегодня филе. Также будет сливочное масло у нас используется, растительное масло. Чуть сметанки возьмём, как бы это основной загуститель у нас будет. Специи, в данном случае петрушка. Соль, перец, чеснок и чуть-чуть приправы мы добавим. Такую курица, всё-таки она любит приправу какую-то такую вот химическую. Вот, чтобы дать ей довести её до нужного, нами всеми любимого вкуса. Как мы любим, как мы привыкли за последние десятки лет. Чем нас пичкают в магазине и тому подобное. Везде сыпят всякие химию и нам это нравится. Ничего натурального из этого, что у нас сейчас на столе, нету. Наверное, только если петрушка и чеснок. Всё остальное одна химия. Приступим к нашему приготовлению. Ну, начнём с обычного. Будем нарезать куриное филе. Будем нарезать поперёк волокон. Мы режем небольшими брусочками. Где-то по полсантиметра, чтобы оно у нас было нежное. Если вы нарежете вдоль волокон, у вас получится дубовая курица. Ну, неважно, курица, любое мясо. Так что это должен знать каждый. И всегда этому следовать. Нарезаем. Всё простецки. Все это умеет. Большими кусочками я не рекомендую это всё нарезать. Потому что мы будем готовить всё быстро. Чтобы было всё сочное. Из-за этого нарезать помельче лучше. Ну, и есть удобнее. Включаем нашу камфорочку. Максимум даём. Сразу кидаём сливочное масло. Это идеальный ингредиент, чтобы проверить нагрев в нашей сковородке. Как масло начнёт таять, процесс у нас пошёл. Вот. И можно сразу растительного добавить немножко. Чтобы совместить нагрев и ничего не горело. Кидаем наше мясо. Распределяем по всей поверхности. Стараемся, по крайней мере. Чтобы масло у нас тоже было по всей поверхности. Вот. Чуть можем сразу присолить. Можем потом присолить. Ну, решили сразу. Давайте сразу. Достаточно ароматная у нас тут соль. Это с розмарином, что ли. Курица, конечно, не очень годится. Но кому нравится розмарин, то замечательно. И немножко помешиваем. Смотрите, у нас уже начинает сколироваться наша курочка. Сильно не мешаем, просто переворачиваем. Обычным способом переворот. Всеми нами любимым. И все его умеют делать. И оставляем дальше жарить на максимуме. Можем сразу добавить чуть-чуть перчика. Чёрного. Можно белого. Можно какого-либо другого. Кому какой нравится. В принципе, чёрный стандартный вариант. Для курицы. Хороший белый тоже очень. Ждём. У нас всё само жарится. Часто мешаете, будет очень много влаги выделяться. Нам это не надо. Нам нужен колер. Влага у нас даст сметана. В процессе отдаст. Просто наблюдаем. Как наша кираска заполняется большим количеством пара и ароматов. Курицы. Кстати, очень вкусно пахнет. Как будто не химия. Переворачиваем ещё раз. Третий. У нас колерочек ещё дал больше. И это очень хорошо. Вообще, люблю готовить ночью, когда все спят. Потому что на них все люди начинают просыпаться от запахов. И добавим немножко специй наших. Там капельку чуть-чуть. Чтобы дать вот этого незабываемого запаха и вкуса нашей курицы. И всё перемешиваем сейчас аккуратно. Хорошо. И ждём ещё буквально пару минут, пока выпарится ещё окончательная влага. И поджарится наше филе. Курочка наша обжарилась. И мы добавим немножко чесночка. Чеснок не повредит сейчас. Немножко его прям вот 2-3 раза помешаю, чтобы он дал вот аромат. Аромат вот этот вкусный свой. Начал поджаривать. То есть, можно добавлять сметану. Сметану брать лучше всё пожирнее. Там процентов 20. У нас 20, да. Не обманул. На полкило мы добавляем 150 грамм. Мы добавили сметаны примерно. Убавим немножко. И помешали до полного как бы остужения нашей поверхности. Для чего это делается? Ну, чтобы не отсеклось и всё у вас хорошо промешалось. Быстро не загустело, точнее даже так можно сказать. Особенно это важно делать со сливками. Ну, всё-всё, ждём прогреется. У нас наша курочка, она в принципе готова. Прекрасная она соль. Достаточно на перец тоже. Смотрите, она закипает. Тут в этом главном блюде, ну, быстрота вот этого всё. Оно всё прогревается. И не надо готовить, томить или ещё что-то. Она прогрелась и как бы готова. Она даст свой вкус. Из-за этого курицу надо нарезать помельче. И она будет у вас нежная. Мы выключаем. Немножко обволакиваем. Ещё в сметане нашу курочку. Как бы выпаривать сильно не надо, потому что хочется сочности. Нашему блюде. Куда без сочности? Я сходил за нашим гарниром. Сходили мы, ходили мы с оператором в магазину. Ну, решили купить вот такой вот всем известный батат. Сладкий картофель. И вот запекли его. Подварили, можно сказать. Он у нас такой варёный получился. Не запечённый, может быть, даже. Из него сейчас сделаем гарнирчик. Попочку отрежу сейчас. Интересно довольно-таки. Разрезаем сейчас. Немножко его. Рамат хороший. Такой морковный от него. Вот, добавляем нашу курочку. Решили такой гарнир сделать. Необычный. Сельской местности. Ну, я думаю, достаточно получится вкусный. Можно взять обычный картофель. Макароны, гречку. Ну, мы вот решили с оператором выбрать такой необычный овощ. Увидели его, решили купить. Всё, друзья, мы пробуем, что у нас получилось. Наш картофель и наша курочка. Попробуем всё по отдельности. Естественно, сначала курица. Очень вкусно. Получилась курочка у нас нежная. Вот, сейчас попробуем наш батат картофель. Ммм, хороший. Необычный вкус, сладкий. Реально сладкий. Кто не верит, купите, проверьте, что и как он из себя представляет. В прекрасном месте пробуем. Сейчас всё получится. Необычное сочетание. Очень вкусное и нежное. Рекомендую вам обязательно попробовать. Такое куриное филе, оно очень простое. Не обязательно с картофелем. Можно просто с макарошками. Так что, всем приятного аппетита. С вами был Димас, оператор Антон. Всем пока-пока. Увидимся на нашем канале.